Сильные, быстрые и талантливые. Именно так можно охарактеризовать участников экспериментальной группы спортивно одаренных детей. Ее создали в начале этого года. В группу вошли 40 человек, которые занимаются разными видами спорта. Это легкая атлетика, биатлон, гребли на байдарках и каноэ, бокс, тяжелая атлетика, тэквондо, спортивная борьба, художественная гимнастика, дзюдо. Также есть группа подготовки спортсменов к сурдолимпийским и паралимпийским играм. Губернатор уверен, поддерживать спортсменов нужно со школьной скамьи. Мы являемся одними из самых спортивных регионов России, уделяем огромное внимание развитию на своей территории массового спорта и спорта высоких достижений. И, конечно, в центре внимания находитесь вы, ваши товарищи, молодые, перспективные и талантливые спортсмены. Отбирали участников экспериментальной группы по спортивным достижениям. За первые два с половиной месяца спортсмены проявили себя на первенствах ПФО и России, где заняли лидирующие позиции. Чтобы ребята и дальше показывали хороший результат, для них создаются все условия. Мы будем экипировать наших одаренных спортсменов, давать им возможность принимать участие на многих турнирах и, соответственно, на сборах, тем самым поднимая свой спортивный уровень. На встречу губернатор поинтересовался у ребят их успехами и успеваемостью в школе. Также глава региона выслушал пожелания от юных спортсменов. Федор Позняков из Димитровграда предложил построить в городе Атомщиков легкоатлетический зал. И если у нас будет хороший, современный, нормальный зал, я думаю, что это будет круто очень. У нас сразу поднимется уровень спортивных людей, будет много участников. Также мы сможем проводить соревнования выездные, то есть принимать. Стоит отметить, также для ребят планируется проведение мастер-классов от профессиональных спортсменов. Кроме того, организаторы ведут сотрудничество с техником Олимпийского резерва для дальнейшего зачисления детей в учебное заведение. Глава региона поручил сформировать для юных талантов меры поддержки. Например, это помощь от регионального Минспорта в части оплаты выездов на сборы и соревнования, обязательной экипировки, медицинского обследования, реабилитации. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ